Итак, предпоследний ролик в этой эре. Каким словом нередко завершается процесс забивания козла? Вул, мат, рачков, рыба. Конечно, рыба. Ой, в советские времена, как было это все развито. В каждом дворе был стол, за которым сидели козлятники. Потом настало время, когда забивание козла приравняли, я не знаю, к игре в карты. И менты приходили, штрафовали. Мужики, что делали? Шахматную доску ставили и сидели на умняке. И менты подходили, смотрели, ну, что скажешь, в шахматы товарищи играют. А мужики потом продолжали забивать козла, играли в карты. И кто проиграл, бежал в ближайший магазин за выпивкой. Вот такие советские бренды. Куда отправился Радищев из Петербурга в свое знаменитое путешествие? В Сибирь. Да лучше б он туда и пошел. В Женеву. Ну, туда товарищ Ленин сдрызнул. Баден-Баден. Ну, туда очень богатые люди идут. Он пошел в Москву, потому что понял, что Москва – это Москва. Кто в сказке Аса Пушкина подарил царю Додонну золотого петушка? Золотая рыбка, купец, мудрец, директор птицефабрики. Ну, я так думаю, что царю Додонну… Ой, прости, господи, рифма нехорошая на царя Додона напрашивается. Но будем считать, что это мудрец. Как называется фильм с Аллой Пугачевой в главной роли? Женщина, которая поет, ее звали Никита, мужчина и женщина, женщина в белом. Ну, конечно, как же можно забыть, что женщина, которая поет и этот фильм, и… и эту песню. Какой официальный язык в Египте, Марокко и Тунисе? Арабский, туземный, французский, немецкий. Ну, туземный, это понятно, он в каждой стране. Официальный, французский, Марокко и вряд ли. И немецкий вообще не оттуда. Немцы, они в свое время хотели захватить весь мир, но у них не получилось. Недалек тот час, когда в Марокко официальным языком станет русский. С такой геополитикой вы меня извините. Я напишу, что арабский. Хотя… Ну, да. Какое из этих грибов собирают ранней весной? Опенок, муховик, масленок и сморчук. Не знаю, у нас в Украине майский шампиньон, он же печерыца собирают через три дня после первого хорошего майского дождя. Причем собирают в садах под… Сейчас скажу… Под абрикосами, под грушами, ну, в общем, под культурными деревьями. А так вообще… Вот так. А как там в России? Я не знаю. Честное пионерское… Давайте я… У зала я помощь не хочу просить, потому что три раза меня накалывали. Просто использую 50 на 50. И еще типа другу позвоню. Толян… Сморчук… Толян… Сморчук… Толян… Сморчук… Толян не подвел… Хочу еще о грибах сказать одну вещь… Толян… В детстве… Толян… Вот эти вот… Дождевики… Валом их было… В моем детстве, когда я… По полю, по стерне, иду… А там… Толян… Дождевики… Но я ж не знал, что они, когда молоденькие, они вкусные и съедобные. Мы дожидались, когда они станут старые, сухие, и по приколу пяткой бац по нему. А он только ба-бах, и такая пыль во все стороны черная. Но когда я повзрослел, приехал, как говорится, на родину, в деревню, к родственникам, и увидел огромные дождевики, красивые, белые, на навозе выросли, в коровнике. И я эти три дождевика взял, получилось целое ведро. Приехал домой в город Запорожье. Порезал эти грибочки, пожарил с лучком там, со сметанкой, поел вкуснятина неимоверная. Потом мне родственников позвонил, родственник, у которого я эти грибы собрал. Типа волновался, не отравились ли мы. Звонил он, кстати, по кабельному телефону. Мобилок тогда не было. Я ему сказал, что грибы обалденные. После этого я у него грибов в следующий приезд практически не мог найти. Ну ладно. Какой язык по рассеянности выучил вместо испанского Жак Паганель, герой романа «Таинственный остров»? Турецкий, русский, портуальский, немецкий. А давайте попробуем, а не изучил ли он русский по-российности. Как говорится, и слава Богу. Потому что великий и могучий он достал. Честное пионерское. Ладно. Шо делать? А че делать? До следующих встреч!